Добрый день, дорогие друзья! Я гроссмейстер Артур Нейкшанс из Латвии и в прошлой неделе был комментатором очень крупного турнира в Латвии, в Риге, так называемый RTU Open или Open Рижки Технического Университета, который проводился с 7 до 15 августа, но основной турнир был турнир А, который прошел с 9 до 15 августа. Турнир был очень интересный, в нем участвовали почти 400 участников фестиваля, вар турнира было больше чем 170 участников и очень много гроссмейстеров. Итоги, турнир стал одним из самых сильнейших турниров этим летом в Европе. В основном турнире было очень много интересных партий. Я был официальным комментатором вместе с женским международным мастером Анна Кантона и каждый день наблюдал много фантастических фейерверков на доске. Один пример, который был сыгран между Илья Смириным против литовского гроссмейстера Павлиса Полтинавчиса, был розыгран вариант Каракана. И здесь израильский гроссмейстер пошел очень интересной идеей Е6. Пожертвовал пешку, чтобы пойти слон Ф4 и атаковать ладью на Б8. Вот, после слона бьет на Е6, слон Ф4. Черным особо выбора нет, поскольку ладья на Б8 под боем. Ладья А8, ферзь Б5 шаг, слон Д7. И когда казалось уже, что белым надо побить ладью на А8 и постараться отыграть пешку на С4, здесь Смириным пожертвовал ферзя. Он побил ферзь, бьет на Б6. Блестяшая идея. После ферзь Б6 ладья бьет на А8. Теперь черным единственный ход слон Д8. И после ладья Д1, как оказывается, черным очень сложно защититься от угрозы конь Е5. Так, например, Ф6 черных не спасает, потому что конь Е4, слон Х5, конь Ф5 завершает поединок в пользу белых. В итоге, Павлис пошел ферзь С6, защитил слона на Д7 и напал на ладью А8. Здесь Смириным продолжал играть блестяще. Он сыграл ладья, бьет на Д8, король Д8 и конь Е5, нападая на ферзя и на слона. После ферзь Е4 все, что осталось белым сделать, чтобы до конца довести эту просто фантастическую партию, пойти очень аккуратный ход. Слон бьет на С4. И после ферзь бьет на Ф4, ладья бьет на Д7, несмотря куда король отходит, черные получают мат. Вот, например, король С8, слон А6 шаг, король Б8, конь С6, король А8, ну и либо ладья А7, либо слон Б7, мат на доске. Ну вот, ну к сожалению, все-таки Смириным пошел ладья бьет на Д7. То есть его идея была правильная, но исполнение неправильное. После короля Е8 слон бьет на С4, как он сказал после партии, он ожидал только ферзь Е1 шаг. Но здесь после слонов 1, Ф6 у черных есть проблемы после конь Д3, поскольку ферзь на Е1 под боем. Но, к сожалению, для израильского гроссмейстера после С3 по на С4, последовал ферзь Б1 шаг. И теперь уже после слонов 1, Ф6 отскока конем нет. Ладья на Д7 под боем. И после ладья бьет на Ж7. Опытный гроссмейстер положил молодому гроссмейстеру из Литвы ничью. Поскольку после Афхи, слон Е5, даже если черным удастся разменять ладью после слон С3 с Ж3, позиция похожа очень на крепость. Ну, отлично, интересная партия, но, к сожалению, не удалось ее довести белым до конца, до логического исхода. Еще одна интересная партия, просто какая-то фантасмагория была между индусским супергрроссмейстером Сарином Некалом против армянского грроссмейстера Арама Хакабьяна. И здесь белые в дебюте пожертвовали пешку, чтобы получить какие-то шансы атаковать в черных. И тут индусский грроссмейстер начал какую-то бессмертную партию. Он сыграл конь Б6 в духе Михаила Таля. Как раз турнир, как раз проводился в Риге. Конь Б6, ЦБ, слон Б6. И теперь последовал удар. Слон бьет на А6. Но черным, наверное, выбора нет, поскольку атака достаточно страшная. Жертву надо принимать. И после ЖХ, ФБ на А6, тут уже нарастает много угроз. Например, есть где-то угроза конь Ж5, Е5, слон А7, шах. Или вообще Е5, лаге Е4 и лаге А4, угрожая просто поставить мат. После лаге Е6, ФБ, король Ж7. Этот был ход после партии в интервью, как признался Сарин. Он просто зевнул. Черные хотят пойти лаге А6 и защититься от атаки. Но из-за этого ему пришлось изобретать чего-нибудь и пойти конь Ж5. Нападая не только на ладью, но также ферзь Ф7, шах. После ладья Ж6, Ф4. Здесь армянский грейсмистр допустил ошибку. Правда, позиция очень сложная. И не просто разобраться, как надо правильно играть. Как оказывается, правильный ход здесь был слон С7. Убрать слона под боем и напасть на пешку Е5. И быть готовым в какой-то момент отдать качество обратно на Ж5. Но вместо этого он пошел человеческий ход Ф6. И здесь уже действительно после коня Ф3 последует ладья А6. И белый ферзь теряется. Но здесь индуская грейсмистрела еще один отличный ход. Конь Ф7. Пожертвовал коня. После король бьет на Ф7. Последует Ф5. И связка. После ферзь С7. Видимо, надо было играть все-таки Ф5. И продолжать атаку таким образом. Но тут последовал, наверное, самый красивый ход в турнире. Ферзь А8, шах. Но ход, наверное, не очень-то хороший. Потому что компьютер его опровергает. Но на доске очень тяжело черным разобраться. После короля Ф7, Ф5, атака продолжается. И идея белых пойти слон, С4, шах. И черному королю некуда деваться. Плюс Е4, Е5 есть еще угроза. Но здесь армянская грейсмистрела не разобралась. И не пошел ладья Ж3. Не только нападая на слона. Но, например, где-нибудь идея после Е5 пойти хладнокровный ладья Е3. И выключить белую ладью от атаки. Но после Ф5 он пошел ладья Ж8. Слонца 4, конь Е6. И после Ф5, король Ж7. Белые еще могли пойти дальше Е5. С просто невероятными сложностями в этой позиции. Но последовал ФЕ. И после ФЖ3 черный уже угрожает какими-то своими угрозами по линии Ж. И тут последовало повторение ходов после ФФ7 шах. ФФ6, ФФ7. И ничья вечным шахом. Ну, просто какая-то, я не знаю, партия из космоса. Ну, тоже не удалось белым довести его партию до победы до конца. Также это же касается к черным. Ну, наверное, ничья – закономерный результат партии. Тот же Рам Хакабьян сыграл очень классную партию против индусского гроссмейстера Абхиманио Пураника. И здесь белые уже имеют подавляющее преимущество после дебюта. И надо начинать какие-то действия на королевском фланге. Он пошел А4. Очевидно, с идеей пойти Ж4-Ж5, добраться до черного короля. Черные пошли А5, чтобы этому препятствовать. После ладья Ж3 угрожает уже где-нибудь ладья Ж5, ферзь Е2, удар по Х5. Ладья С5, конь Ф1. Еще один отличный ресурс. Не только ладья Ж5 угрожает, но также ферзь Ж5, ферзь Ж7 и многочисленные угрозы у белых. Черные пошли ладья Ж8, ферзь Ж5 и ладья С4. Но тут неожиданно конь Д2 и конь Е4 уже являются смертельной угрозой, поскольку черные никогда не могут брать на Е4, потому что ферзь Ж5 будет мат. Но Пураник решил защититься уходом ладья Ж4. Но после удара-удара конь Е4 черным уже угрожает. Конь бьет на Ф6 и либо взятие на Ф6, либо ферзь Ж5 шаг. И тут после конь Е на Д5, наверное, последовала самая красивая комбинация в турнире. Белые побили ладья, бьет на Д5. Очевидно, что конь бьет на Д5 нельзя играть, потому что мат на доске. И после ферзь Д5 ферзь бьет на Ф6. Очередная жертва ферзи. Ну, черным особо-то выбора нет, потому что ЖФ, конь бьет на Ф6, это вилка. И белые получают решающее материальное преимущество. После ферзь бьет на Е4. Белые пошли, ферзь бьет на Ф7. Опять брать на С2 нельзя, потому что будет мат в 1. Шаг по первой ничего не дает, потому что король Х2. И не только угрожает ферзь Ж5 шаг, но также Ф6. И после ферзь Ф4, Ф6 индусский гроссмейстер сдался. Что мы не видели, что осталось за кулисами, что после король Х8. Белые побождают после ФЖ. Ладья Ж7. Очень важный ферзь Х5 промежуточный шаг. Ладья Ж7 нету, потому что это мат. И после король Ж8, ферзь Е8 шаг. Приходится играть ферзь Ф8 и слон Б3. Д5 ничего не меняет. Слон бьет на Д5. И после Ладья Ф7, слон бьет на Ф7. И черный не могут бить на Ф7. И белые остаются с лишней фигуры. Веншпиле. Ну и очевидно, наверное, самая решая, что партия произошла в последнем туре. Когда встречались между собой два лидера турнира. Игорь Коваленко, лидирующий гроссмейстер с Латвии. Против молодого немецкого гроссмейстера Александра Доншенко. Оба имели разные турниры. Коваленко играл очень солидно. Победа, ничья, победа, ничья. Причем немножко удивительно. Сделал несколько быстрых ничей черным цветом. У Доншенко старт был катастрофальным. Он начал полтора из трех. И должен был выиграть пять партий подряд до последнего тура. Чтобы добраться до первой доски. Правда, с немножко везением. Ну и вот. И произошла эта последняя партия. Коваленко играл белым цветом против Доншенко. Ничья у Коваленко давала победу в турнире. При дележе шесть игроков. Но все-таки он решил идти до конца. И здесь уже, наверное, был последний момент. Когда надо было белым сыграть посторожнее. И пойти С, Б. После ладья С3. Ладья С3. Ладья бьет на Б4. Б7. Взятие. Шах. Здесь Б8. Ферзь. Взяли, взяли. И несмотря на то, что у белых есть качество за пешку. Позиция просто крепость. И, наверное, тогда партия закончилась бы в ничью. И у нас был бы другой победитель в турнире. Но все-таки латвийский игросмиссер решил, что надо заканчивать турнир с победой. И быть единоличным победителем турнира. Он пошел конь С6. Немецкий игросмиссер остался хладнокровным. Нашел правильный план. Ладья Б5. Конь Е5. Взял. Взял. И тут неожиданно оказалось, что белая пешка Б никуда не уходит. А наоборот, черная пешка Аш. Очень быстро двигается вперед. В какой-то момент здесь Коваленко уже предлагал у Донченко ничью, который был отказан. Потому что Донченко, как признался в интервью, он сказал, что он уже чувствовал, что это ему шанс победить в турнире. И решающие события произошли здесь. Черный уже побеждает. И произошла маленькая драма. Черные забрали пешку. Единственный вопрос был, как они должны заканчивать эту партию самым точным способом. Ладья Аш-1 была маленькой неточность. Стоило сначала черным дать шаг. Ладья Аш-1. И короля в два нету, потому что Аш-2 Аш-1 проходит. И только потом пробуйте играть ладья Аш-1. Ну, правда, оба соперника были в силном цетноте. Сразу последовал ладья Аш-1. Черным угрожая пойти конь Д6, конь Ф5. И после долгого раздумья здесь латвийский гресс-министр пошел к роль Ф2. Видимо, ожидая только конь Д6. И просто зевая ладью. Ладья Аш-2. И белым прошлось сдаться. Что это означает для турнира? Донченко побеждая в турнире, имея 7,5 очков из 9. Одержая 6 побед подряд. Начиная с четвертого тура. Индусский гресс-министр Эс-Элна Райанан одержал второе место. Ни одну партию не проиграя. В последнем туре он сыграл еще черным цветом против Илья Смирина. В третьем месте литовский гресс-министр Томас Лаурушас. Который в последнем туре обыграл индусского гресс-министра Адюна Эрегайси. Итак, турнир завершился с победой немецкого гресс-министра Александра Доншенко. Который этого действительно не ожидал после такого катастрофального старта. Турнир был отличным успехом. И очевидно будет продолжаться также в следующем году. В этом году RTO Open получил финансовую поддержку от ФИД в рамке программы поддержки Open турниров. В начале турнира было объявлено, что FIDE Grand Swiss, турнир, который традиционно уже проходит Ice Love Man, будет перенесен в Ригу 25 октября до 8 ноября. Большие шахматы опять вернется в столицу Латвии. Если у вас понравилось видео, пожалуйста, шелкните на лайк и подпишитесь в канал. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok